Откровение, глава седьмая Громким голосом к четырем ангелам Которым дано вредить земле и морю Говоря, не делайте вреда ни земле Ни морю, ни деревьям Да коли не положим печати На челах рабов Бога нашего И я слышал число запечатленных Запечатленных было сто сорок четыре тысячи Из всех колен сынов Израилевых Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч Из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч Из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч Из колена Осирова запечатлено двенадцать тысяч Из колена Нефалимова запечатлено двенадцать тысяч Из колена Манасиина запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч. Из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря о спасении Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу, и все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря Аминь, благословение и слава, И премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, — Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, — Ты знаешь, господин, и он сказал мне, — Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, И отрет Бог всякую слезу сочей их.